Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Зажим. Спасибо. Равнее держите. Давление падает. Стабилизируйте. Пустил струйно. Так, хорошо. У вас была полостная операция? Да, год назад. После ножевого ранения. А что, это может как-то повлиять на возможность забеременеть? Пока ничего определенного сказать не могу. Просто заметила у вас рубец, решила уточнить. Все анализы и результаты УЗИ я направлю в немецкий центр репродуктологии, с которым сотрудничает наша клиника. И будем ждать результатов. 39,8. Утром Андрей Михайлович осмотрел пищевое отравление и симптомы снял. Но на дальнейшей косметрализации она отказалась. Я вообще ничего не знал. У нас свадьба через неделю. Так, готовьте к операции. Срочно бегом. Давай. Так, слава. Давайте. Быстрее, быстрее. Ничего же еще неизвестно. Нужно дождаться результата следования. Да, да, конечно. Что не так? Да. Максиму не понравилось, что я уехала. Мы сегодня в ресторан собирались, он какой-то сюрприз приготовил. Ты что, не сказала ему, зачем едешь? Пускай сначала результаты анализа придут. Разлетой вновь на перитонит. Промываем. Сатурация падает. Стабилизируй. Кислород. Есть кислород. Смотрим, что там? Сердце по-прежнему. Атропин, быстро. Есть атропин. Дальше смотрим, что там? Тут остановка. Давай дефибриллятором. Двести. Руки. Руки уберите. Разряд. Качаем. 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 Сердце что? Смотрим? Нет, не запускается. Триста разряд. Разряд. Что там? Не запускается. Зафиксируйте время смерти. Да, баллы у него хорошие. Конкурс в этом году большой. А Лиза как? Ой, Лиза готовит какой-то сногсшибательный проект. Хочется получить стажировку в Лондоне. Умница какая. Как там мой Вайцуховский? Ничего, вытаскиваем потихоньку. Он, правда, за последний год сильно остал. Зайдешь к нему? Не-не-не, сейчас. Ему же положить на эмоции подавай. А у меня сейчас маловато. Просили передать, Марина Викторовна. Спасибо. Так. И кто он? Я не знаю. Но догадываюсь. А, понятно. Добрый вечер. Добрый вечер. Лиза Царенко. Наша коллега из Приморска. Анна Колесниченко. Моя лучшая подруга и прекрасный врач. Очень приятно. Милые дамы, а что если нам поужинать вместе? Я обнаружил неподалеку душевный итальянский ресторанчик. Спасибо, но… Ты когда последний раз ела? Утром. Ну хорошо, пойдемте. Анна, вы тоже работаете здесь? В лесной тишине? Не-не, я работаю в районной больнице города Дубровино. Не слышал о таком. Можно подумать про твой бриз, кто-то слышал. Бриз? Приморский тот самый? Вот и видишь. Я просто очень много читала о вашем центре. И методах лечения, которые там внедрены. Это мое направление неврология. Я же это весной хотела к вам на форум приехать, не сложилось. Ну что ж, в следующий раз пришли вам персональные приглашения. Договорились. Что? Мы сделали все, что смогли, чтобы спасти ее. Но было слишком поздно. Как? Как? Мне очень рада. Камак. Господи. 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 Я говорю, вам нужно побольше гулять, дышать свежим воздухом. Ну и главное, потеплее одеваться. А пациентка мужу. Ты слышал, что доктор прописал курорт и норковую шубу? И подмигивает мне. Я где-то уже слышала этот анекдот. Не может быть. Это реальный случай из моей практики. Прошу прощения. Это по работе. Ну, и как он тебе? Вполне. Обаятельный. Умный, серьезный. Я за тебя рада. Ну, радоваться пока нечему. У нас конфетно-букетное обнищивание. И завтра в 10 утра встреча с Пановым. Застройщиком. Ты же понимаешь, что это значит? Да. Я все-таки решил продавать. Как это не вовремя. А что у нас по Долину? Ну, пока что все тихо. Про самоубийство нигде ни слова. Но теперь-то какое-то имеет значение? Что будем делать? Не знаю. Я подумаю. Прямо странная вещь. Вот просто совпало все. Совпало все. Влад, а у меня идея. Давайте в эти выходные съедем в Приморск. Приглашай. Покажешь свой хваленый бриз. Боюсь, что показывать будет уже нечего. В смысле? Бриз продает. Это же побережье. Золотая земля. Есть такой застройщик, Григорий Панов. Скупает в Приморске все. Ну, вот. Теперь добрался до Бриза. Снесет к чертовой матери все. И построит очередной отель. Свечка на 40 этажей. Неужели ничего нельзя сделать? Можно. Найти более чуткого покупателя. Но это нереально. Влад, а это идея. Ань, ну, давай поговорим с Циховским. У него много состоятельных друзей. Может, он кого-то посоветует. По-циховски это очень влиятельный адвокат. Анин большой друг. И по стечению обстоятельств мой нынешний пациент. Даже не знаю. Ань, ну, позвони ему, пожалуйста. Он в это время еще не спит. Ну, давайте попробуем. КОНЕЦ Лиза, а ты где была? Лиз. Ой. Добрый вечер. Анна... Петровна. Анна Петровна, да. Я... А я Михаил. Миша. А где Лиза? Я не знаю. Я уже волнуюсь. Поздно. А телефон у нее, как обычно, разрядился. Вы проходите. Не стесняйтесь. Извините. Вы же у себя дома. Да. Давайте я помогу. А я оператором работаю на телевидении. Мы с Лизой уже целую неделю вместе живем. Где ты была? Мамуля. Ответ ты взялась? Из Дубровина. Телефон заряди, непослушная дочь. Я звонила тебе несколько раз. Вы уже познакомились. Да? Кажется, да. Где ты была? В университете. В мастерской. Доводила до ума конкурсный проект. Подожди. Ты же говорил, он уже готов. Нет предела совершенству. Пойдемте пить чай, молодежь. Слушай, я тебя умоляю. Хотя бы не бери маме. Кто с тобой был в мастерской? Да я была одна в мастерской. Я и проект. Я штаны надену. Привет, пап. Привет. Что тут случилось? Ничего не случилось. Слушай, день мой тяжелый. Ужинать будешь? Не хочу. Вот не везуха. Недобора нигде нет. Слушай, чего тебя так колбасит? Расслабься. Что-нибудь обязательно появится. И мы вместе с тобой махнем в столицу. Конечно. Если тебя отец отпустит. Ты же видела, каким он сердитым вчера вернулся. Слушай, конечно. Твоя мама взяла и укатила. Юля, а давай мы не будем так о моей маме, хорошо? А я что, не права? Нет, ты не права. Ты придираешься. Помнишь, как она защищала тебе перед отцом, когда ты отказалась в мед поступать? Боже мой, какой поступок! Ладно, я не буду с тобой разговаривать, потому что ты всегда на ее стороне. Да естественно, равно как и ты на стороне своего папаши. И что? Ты дурак. Я навел справки и даже побеседовал с собственником Бризов. Ему, как выяснилось, не все равно, кому продавать. Он заинтересован в сохранении медицинского центра. И даже готов искупить в цене. Ну, в общем, я покупаю Бриз. Вы? Но при одном условии. Главрачом в Бризе будете вы. Я? Ну, это же ваше направление. А нынешнему главрачу, как мне сказали, пора на пенсию. А хотя, наверное, не в моем возрасте говорить об этом. Не знаю, кто вам об этом сказал, уважаемый Вячеслав Федорович, но доктор Тринев находится в отличной физической, профессиональной форме и на пенсию не собирается. Понимаете, я просто его друг, и мне как-то неудобно. Да вы не волнуйтесь, я никому не собираюсь переходить дорогу. Вячеслав Федорович, я, да, конечно, о таком можно только мечтать. Только вы же понимаете, у меня сейчас семья, Максим, дети и... Потом работа в Дубровине, мои пациенты. Вы достойны большего, чем в должность терапевта в официальной больнице. И не надо бояться изменить свою жизнь. А Максим Александрович, будучи умным и самодостаточным человеком, поддержит вас. Я в этом не сомневаюсь. А знаете, Анна, соглашайтесь. Пожалуй, Триневу пора уступить руководящую должность кому-то более молодому и продвинутому. Мне пора возвращаться в Дуброве. Я подумаю, Вячеслав Федорович. Я же сказал, мне очень жаль. Да кому нужна ваша жалость? Как вы могли отпустить ее домой с такой симптоматикой? А как я мог ее не отпустить? Она категорически отказалась оставаться в больнице. Мне что, ее насильно нужно было удерживать? Если бы диагноз был поставлен правильно, она бы не написала отказ. И операция тогда бы сделана на пару часов раньше. И аппендикс бы тогда не лопнул. То есть вы, Максим Александрович, хотите сказать, что я плохой диагност? Что я просто профнепригоден, да? И умерла, но, между прочим, у вас на столе. Папа вчера поздно пришел домой. Везлой. Может, на работе что-то случилось у него? Привет, а где Ваня? Без понятия. Дети поссорились. Вот стоит тебе уехать. Проголодалась? Нет. А что вам сегодня на ужин приготовить? Котлеты или отбивные? Отбивные. Их труднее испорчить. Юля! А что я могу поделать? Не нравятся мне ваши котлеты. Сухие они и жесткие. К маме быть и лучше. Я сейчас с ней разберусь. Да. Да, так бывает. Пациентка написала отказ от госпитализации. Я что, должен был ее цепями приковать? Разумеется, я все напишу в докладной записке. Да, всего доброго. Максим Александрович, дам кислород до сих пор не привезли. Прости, я вчера забыл подписать запрос. Я понимаю, все будет хорошо. Спасибо, Катя. Я сейчас вернусь и все подпишу. Ага. Переживается? Да. Слава богу, что мы не в хирургии работаем. Здорово, дружище. Привет. Как ты добрался? Ну, как видишь, живой. Тут у вас и дебри, конечно. Да. Максим, ты меня прости, но хирург твоего уровня не должен прозябать в такой глуши. Не хочешь вернуться в нашу больницу? Я бы посодействовал. Вить, не говори, что только из-за этого приехал. Ты, как всегда, проницателен. Максим, есть разговор? Ну, я слушаю. Только хотелось бы на нейтральной территории. Это некоторым образом касается твоей жены, Татьяны. Хорошо. Подожди меня, я скоро освобожусь. Ты почему с Юлей поссорился? Ни с кем я не ссорился. Что, резать или хватит? Режь, режь. Семья у нас большая. Да, я бы даже сказал, слишком. Ну, народу на квадратный метр. Что, скоро уеду в столицу. Всем станет легче. То есть, ты считаешь, что можно убежать от проблем? Не знаю. Я знаю, нельзя. Так, и что делать? Находить общий язык. А для этого не бояться признавать свою вину. Искать компромиссы. Причем-то уступать. Иногда даже в ущерб своим интересам. Мам, ну, ты хоть сама в это веришь? А ты знаешь, у Лизы появился молодой человек. Так, 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 так. С этого момента поподробнее. Ты режь, режь. Ничего сложного, как ты понимаешь. Полип в толстом кишечнике. А умер от сердечной недостаточности. И в родственнике написали заявление в полицию. Полиция работает следователем. И мне теперь можно отгрозить семь лет. Это один в один ситуация твоей жены. Если ты дал показания, ну, такое случается. Рассказал бы про эту операцию, ты мне очень помог. Хорошо. А я до сих пор могу понять, как это произошло. У Тани никогда не было проблем в сердце, понимаешь? Пациент тоже никогда не жаловался. У него было абсолютно здоровое сердце. Они на это и упирают. Но в его крови обнаружились следы барбитуратора. Наверное, сам себя назначил. Никто не знал, что он их принимал. А у твоей Татьяны случайно такого не было? Не знаю, мы не делали анализа крови после всего. Но если бы она принимала седативно, я бы точно знал. Так ты приедешь? Да, конечно, Витя. Спасибо. Да. Девочки, я сейчас. Возможно. Каньку, пожалуйста. Привет. Привет. Город маленький. Вот я не помешаю? Как ты? Как больница? Мормально. А я вот в благотворительном фонде работаю. Помогаю одиноким старикам, женщинам, семьям разным. Знаешь, я поняла, что нет ничего страшнее одиночества. Тебе это неинтересно? Ну, ладно. Рада была видеть. Полин, ты прости. У меня просто... День такой. А у тебя номер не изменился? Хорошо. Я посмотрю как-нибудь. И он сказал, что купит Брис только при одном условии. Если я буду главврачом. Значит, марина была ни при чем? Ты поехал на переговоры с Войцеховским? Да нет. Это вообще все случайно получилось. К Марине приехал ее друг, который в Бризе работает. Он прям при нас узнал о продаже. Я понял. Мы у Войцеховского просто спросили совета. А он взял и решил купить центр. Я понял. Ты решил переехать в другой город. И все-таки снова убегаешь. Да никуда я не убегаю, Максим. Да пойми ты, это профессиональный шанс. Да у меня таких никогда не было и никогда не будет. Да-да. Убегаешь, убегаешь. И по всей видимости от меня. Поехали. Со мной. Я не могу. У меня семья, дети, дом, работа. Я очень ответственный человек. Я безответственная. И, кстати, на днях мне надо будет поехать в столицу. По делам. Ты чего не спишь? Да я воду хочу попить. Спокойной ночи. Спокойной ночи, тетя. Папа, ты позорил все с тетяной? Нет, тебе показалось. Я думала, вы поженитесь. А вы зачем-то ссоритесь. Послушай, ты такая взрослая стала. Помирись с тетяной, хорошо? Хорошо. Пожалуйста. Ну ладно. Давай спокойно. Спокойной ночи. - И вот здесь уже здесь. Погоди. Погlagen. Что? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Доброе утро. Доброе утро. Я пойду руки помою. Да, конечно. Факсим, давай на эти выходные в Приморск съездим. Ну, разведаем, что и как. А с детьми? Зачем вам дети? Может, по делам? Давай, конечно. О, снова Сармич. Да, я слушаю. А че ты сел? Вилки? Давай, давай, подъем. О, молодежь. Катя, ну вы старшая медсестра. Вы что, не можете сами решить эту проблему? Совершенно верно. Да, на связи. До свидания. Приятного аппетита. Спасибо. Берите, девчонки, давайте. Кстати, мы с Аней на выходные уедем по работе. Да. Ведите себя здесь. Прилично. Перуш, так как всегда, за старшим. О, открыто. Красиво. Добрый день. Рад вас видеть, Анечка. Добрый день. Знакомьтесь. Владислав Борисович Царенко. Максим Александрович Горский. Очень приятно. Взаим. А я, знаете, уже с утра на ногах. Наконец-то растаможили биохимический анализатор из Японии. Теперь можем проводить исследования прямо здесь, в Бризе, и не ездить в городские лаборатории. Хорошая штука. У нас такое закупили десять лет назад. В Дубровине? Нет. В центральной столичной клинике. Я там раньше работал. Познакомьтесь. Тренев Николай Павлович. Специально приехал в свой выходной, чтобы бросить к вашим ногам, Анна Петровна, свои бывшие владения. Конечно, шучу. Очень переживает за Бриз и за его будущее. Анна Петровна Колесниченко. Добрый день, Николай Павлович. Значит, вы и есть та прекрасная женщина, которая пытается отправить меня на пенсию. Ну что ж, пойдемте, я покажу вам наш Бриз. Сегодня ночью на перекрестке улиц Озерная и Воскресенской произошло смертельное ДТП. Водитель с места происшествия скрылся. Случайные прохожие вызвали скорую, но потерпевший скончался до ее прибытия. Если у вас есть какая-нибудь информация о случившемся, просьба сообщить в полицию. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Вряд ли тебя будет поддерживать. Зачем тебе все это? Я пока не решила. Я думаю. Выходи за меня. Максим, я… Ты не согласна? Подожди. А так? А так? Я люблю тебя. Ты знаешь, этот Приморск становится моим любимым годом. Теперь и моим тоже. Да, похоже, эту дорогу не ремонтировали с начала прошлого века. Ну, что ж тут поделаешь. Поэтому, несмотря на нашу любовь к Приморску, я думаю, ездить туда не стоит. А придется. Это почему? Завтра позвоню Яцеховскому и скажу, что принимаю его предложение. Понятно. Ну, согласись же, что Брис – это очень крутое место. Да там есть все для воплощения моих самых амбициозных идей. Вот-вот амбиций хватает, они прям зашкаливают. А я, честно говоря, даже не знаю, как мы будем жить дальше. Слушай, ты что, передумал нам не жениться? Я вас не понимаю. Нести вклад в развитие медицины, при этом еще и заработать, что вас останавливает? Мне подумать надо. Думайте быстрее. Желающих достаточно. Самые красивые девушки этого огромного города. Ладно. Почему? Выбылся на денек. Класс. Подрежь мне сегодняшний вечер. Конечно. Сейчас отдам пару распоряжений и сбежу. Лиз, у тебя все нормально? Лиз, можно? Лиз, а можешь пустить? Мне руки помыть надо. Все нормально? У меня две полоски. Какие полоски? Я беременна. Я беременна. Так это круто. Ты беременна. Ну что? А мальчик, девочка? Кто? Мальчик или девочка? Дурак. Почему? Куда я знаю? Твое внезапное сегодняшнее появление перевернуло мою жизнь с ног на голову. Это хорошо или плохо? Это прекрасно. Я рад. А Анну Колесниченко ты давно знаешь? Лет сто. Еще с института. Вам с ней очень повезло. Она прекрасный специалист по неврологии. Она на днях приезжала к нам со своим мужем. С кем? Максим Горский. Или это не муж? Ну, пока не муж, но я надеюсь это временно. Они оба заслужили право быть счастливыми. Это как? Аня была замужем за никчемным человеком. Единственное его достоинство – это прекрасные дети. А у Максима жена умерла на операционном столе. Сердце не выдержало. Оперировал он сам. О, давно это была? Лет пять-шесть назад, Влад. Давай не будем говорить. О грустном. Когда я могу зайти к тебе подписать за границу? Да когда угодно, но я надеюсь, что ты этого не сделаешь. Послушай, ну жить на два города – это очень романтично. Ты будешь приезжать ко мне на выходные, я… Да, семья выходного дня – это идеальный формат. А как ты собираешься растить нашего будущего ребенка? Вахтином методе – три дня ты, четыре дня я, потом наоборот, или как? А потом еще рано говорить. Я так понимаю, ребенок не входит в свои планы? Я зайду к тебе в обеденный перерыв. Давай. Давно у вашей мамы депрессия? Я не знаю, мы с мужем живем отдельно, видимся редко. Я думаю, ты у нее после… Папа ушел к другой женщине три месяца назад. Молодой? Нет. Ровесница. У них много общих интересов. Я думаю, мама сама виновата. Она же еще в университете была лучшим переводчиком испанского. Даже роман какой-то перевела. Ей пророчили большое будущее. Она вышла замуж, стала скучной. Там и хозяйка. Понимаете? Она заботилась о вас, о семье. Вы ее осуждаете? Нет, не осуждаю. Жили. Я выпишу вашей маме список необходимых препаратов и физиотерапевтические процедуры, но вам необходимо вернуть вашу маму к работе. Переводом. Это должно ей помочь. Я попробую. Ты пообедал? Не, не успел. Ну, что ты там пытаешься вычитать? Подписывай, не томи. Ай. Ну, ты повелась на красивую обетку. А что-то внутри непонятно. А у нас здесь реальная работа. Пациенты. Им нужна твоя помощь. Да там у меня тоже будут пациенты. Да. И им тоже нужна моя помощь. Все, Максим, разговор это пустой. Я все решила уже. А мне не нравится твое решение. К сожалению, поменять его не могу. Да. Да. Но в джиниться на тебя я не передумал. А мое согласие остается в силе. Ты отвезешь меня в Приморск? Конечно. Моя неисправимая беглянка. Пожалуйста. Сходи, пожалуйста, пообедай. Я разберусь. Андрей Михайлович, как дела? Отвратительно, Анна Петровна. Отвратительно. Что-то случилось? Да так. Жизнь на скрываю. Городишка мрачная. Мольничка заштатная. Бежать отсюда нужно. Бежать. Я даже знаю, куда. Аня, иди сюда. Ты такая красивая. Я тебя очень люблю. Оставайся. Поедешь завтра утром. Нет, я не могу. Сколько дел с утра? Автобус вы красиво тридцать. Ну, не могу. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Пересчитайте. Надеюсь, амплы все целые? Конечно. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Итак, о себе я вам рассказала. Сейчас я хочу представить вам своего заместителя. Знакомьтесь. Андрей Михайлович Таранец. Подождите. У нас в штатном расписании нет такой должности. Теперь есть. Это согласовано с новым собственником. Я уверена, пойдет на пользу нашему центру. Далее. В ближайшее время мы планируем запустить в Бризе несколько инновационных проектов, связанных с нетрадиционными методами лечения. Надеюсь, вы не собираетесь продвигать свои новшества за счет уже проводимых нами исследований? Разумеется, нет. Все ваши, теперь уже наши перспективные проекты будут обязательно поддерживаться и развиваться. Что ж, если больше вопросов нет, предлагаю знакомство считать состоявшимся и идти работать. Хорошего дня. Веселое время доступает. Анна Бетровна, поздравляю вас с первым рабочим днем. Сувенирка от наших партнеров. Благодарю. Владислав, я случайно слышала разговор. А что случилось с доктором Долином? Инфаркт. Молодой врач перспективный. Очень большая трагедия. Мы решили не афишировать, но чтобы не волновать наших пациентов. Понятно. Я сам был еще врачом своей жены. Она принимала только те препараты, которые я ей назначил. И анестезиолог Сергей Мальцев, он профессионал своего дела и четко фиксировал все, что ей вводил. И вы не сочли нужным детально разобраться в смерти вашей жены? Или у вас как? На операционном столе каждый день умирают пациенты? Нет, не каждый. Но такое бывает. Даже удаление глант может закончиться летальным исходом. Сердце не выдерживает и все. И знаете, самый лучший хирург не в состоянии на это повлиять. А Виктор Корбан хороший хирург? Отличный. И врея у вас не виновата в смерти пациента. Мы разберемся. Спасибо, что приехали. Думаю, мы еще с вами встретимся. До свидания. Здрасьте. Серега, привет. Максим, какими судьбами? Неужели решил вернуться? Да я ведь о Корбе вам попросил помочь. А, понятно. Собирают ему по-держки. Ну, ты же знаешь, мой реальный срок смысл. Да не думаю. Как открыли дело для проформа, так и закроют. Возможно. Серега, слушай. Ты же видел Таню перед операцией? Угу. Почему? Она точно никаких препаратов не принимала, кроме тех, что я прописывал. Ну, мне она, по крайней мере, ничего такого не говорила. Я задал ей пару обязательных вопросов и ушел. У нее сестра сидела, они обе были не в духе. Маше? Странно, она мне ничего не говорила. Сергей Анатольевич? Иду, иду. Рад был видеть нас. Да, взаимный, Сергей. Аня, прости, не могу говорить, я перезвоню. Маша, привет. Слушай, у меня к тебе диван. Я же говорил, что они здесь. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Кто вы? Небесное создание. Я новый главврач Бриза. Анна Петровна Колесниченко. Иван Павлович. Добрый день. Громов, извините. Что-то ему ваше лечение не очень помогает. Мало того, что он по два часа думает над каждым ходом, так он еще в туалет бегает через каждые полчаса. Можно взглянуть его? У Громова хроническая мигрень. Если принимать этот препарат больше недели, побочка по ЖКТ гарантирована. Отменяем его. Извините. Вы зайдите ко мне, пожалуйста, к трем часам. Поищем другой способ лечения для вас. Хорошо. Не традиционный, конечно. Можно и так сказать. Тогда побочки точно не будет. Идемте, Глеб, плеч. Павлович, а, Павлович, ходи давай. Я прекрасно понимаю, что со мной происходит. Фобии, повышенная тревожность, панические атаки. Вы медик, Анна Львовна? Нет. Но я много лет преподавала историю в медицинском колледже. Понятно. Я должна сказать вам кое-что наедине. Глеб Ильич, продолжайте обход без меня. Я вас догоню. Глеб Ильич меня неправильно лечит. Поэтому и нет никакого результата. Да. Инна Львовна, я думаю, что вы не совсем правы. Мне пока нечего добавить в назначение доктора Невзорова. Да я сама хотела позвонить, но сначала как-то тяжело было. Потом стыдно, что не звонила. Да я тебе тоже не позвонил. Ты как? Нормально. В Праге работала два года. Там крутая IT-компания. Ну, вот в начале лета вернулась. Надоело? Да нет. Из-за сына. Гошке там некомфортно. Ну, понятно, бывает. Ну, будем считать, обмен любезностями закончен. Я тебя слушаю. Я хотел поговорить о Тане. Ты же приходил тогда. В тот день. Операцию. Да. Хотела извиниться. У меня ведь кроме Тани и Гошки никого не было. Я знаю, ты была категорически против, чтобы операцию делала я. Ну, это правда, но Таня сказала, что я не должна вмешиваться, и тебе она доверяет как никому другому. Ты не думай. Я уверена и знаю, что ты ни в чем не виноват. Ты хорошо помнишь тот день? Да. Я принесла Тане печеных яблок. Она сказала, что ей нельзя, потому что сегодня операция. А потом пришел еще такой забавный доктор. Рассмешал нас с какой-то шуткой из старого фильма. Так у нее высокий борода табачка? Да. Странно. Это Шуст из неврологии. Любитель старого кино. А что он делал у Тани? Подробно расспросил ее, как она себя чувствует, как она спала, какое у нее утром давление было. Потом услышал про операцию, занервничал. Ну, или мне это показалось и ушел. Все. Это очень странно. Я как лечиться врач сегодня вызывал. Макс, что случилось? В чем дело? Да я сам пока не знаю. И, естественно, первое время к вам будут присматриваться. Как говорится, новая метла. Ну, вы понимаете. А сегодня вечером мы с вами ужинаем в ресторане. Нет, извините, я устала. Отказы не принимаются. Это деловой ужин с нашими партнерами, представителями немецкой компании Farm to Farm. Они инвестируют в научно-исследовательский проект нашего Бриза. Ну, хорошо. Две чашки кофе я снова встрою. Отлично. Вы посмотрите, как Царенко клини подбивает к новому главврачу. А тебя-то что? Они люди свободные. Угу. Так вот, мне удалось выяснить, что моя жена перед операцией посещал невролог СУСТ. И что? Профильные специалисты не посещают своих пациентов без согласования с лечащим врачом. Я хотел с неврологом сегодня поговорить, но у него цепной после дежурства. Я разберусь. Ужин удался. Да, вы произвели на немцев отличное впечатление. Надеюсь, теперь они увеличат инвестиции в наш Бриз. Да, было бы замечательно. Извините, Владислав Борисович, не могу пригласить вас на чай. Сюрприз. Ты приглашала, я приехала. Заодно машинка новая вывалила. Молодец. Привет, Влад. Ой, а давайте чай пить, Ань, приглашай. Я вкуснейший тортик привезла. Я, к сожалению, пас. Знаете, дела. Счастливо. Увидимся. Хорошо, что приехала. Классная тачка. Классная, Роза. И как ты решилась расстаться со своим легендарным Эрси? Ну, знаешь, если начинать новую жизнь, то во всем. Ты собираешься начинать новую жизнь? Возможно. А вы, я вижу, уже успели с Владом подружиться? Не ревнуй. Ань, я уже по делу приехала. Из Германии пришли результаты твоих анализов. Я решила привезти лично. Все плохо? Профессор Штерн считает, что причиной бесплодия явилось либо ранение, либо полостная операция после него. Я извиняюсь, что я лезу с советами, но ты когда будешь говорить об этом Максу… Макс ничего не должен знать. Почему? Мы очень хотим ребенка. Планировали. Если узнает, что причина в том, что он сделал операцию… Но ведь окончательных влогов еще нет. Не важно. Я не хочу, чтобы он ушел в глухую депрессию, как шесть лет назад и перестал оперировать. Он ничего не должен знать. Хорошо. Да, любимый. Привет. Не спишь? Нет. Ко мне Марина приехала. Ну ладно, не буду вам мешать. Передавай Марине привет. Люблю тебя. И я тебя. Юля, переверни. Что? Журнал. Трудно, наверное, читать вверх ногами. Да и кое-кто это сразу заметит. Ты о ком? Стоять. Иди сюда. Вера. Садись, говорю, ну. Знаете так, господа. Мне это все надоело. Я буду вас мирить. Она выставляет меня идиотом перед пациентами. Отменяет мои назначения. Сует всюду свои иголки и нитки. Какие нитки? Никакие. Шутка. Здравствуйте, коллеги. Здрасте. У меня же обход. Меня тоже пациента ждут. Понятно. Алло. Привет. Привет. Полин, я хотел извиниться. Я себя тогда по-хамски повел в кафе. Ты говорила, что работаешь в благотворительном фонде? Да, фонд. Надежда. Полин, мне очень нужна твоя помощь. Да, конечно. Без проблем. Что надо делать? Одного моего знакомого сбил машину насмерть. А у него жена, грудной ребенок. В общем, я хочу через твой фонд переводить им деньги. Но только так, чтобы они не знали, что это от меня. Да, без проблем. Только нужны фамилия и номер карточки получателя. Ясно. А кто этот погибший? Мой бывший пациент, Кирилл Фролов, лежал у нас в больнице. Я его вылечил. А он мне потом очень помог. А с ремонтом он строитель. Ух ты, я даже не знала, что ты такой чуткий, благородный. Спасибо, Полин. Я тебе сейчас вышлю все данные. Не боли. Ань, привет. Я приехала. Показывай свои владения. Привет, Мария. Прости, пожалуйста. Сейчас сниму. Погуляй, подошли свежим воздухом? А? А вечером обязательно что-нибудь придумать. Договорились. Каким это бризом столь прекрасную девушку занесло к нам бриз? Она хочет своими глазами посмотреть на вашу замечательную клинику. Покажешь? К сожалению, я сейчас очень занят. Но я кого-нибудь найду, кто проведет тебе экскурсию. Хорошо? А вечером обязательно положим. Договорились. Да? Зоя Валентиновна. Да? Будьте добры, это Марина. Покажите, пожалуйста, нашу клинику в лучшем виде. Да, конечно. С удовольствием. Прошу. Сергей Николаевич, продолжим? Идите в кабинет. Еще раз огромное тебе спасибо. Надеюсь, этот кошмар скоро закончится. Подожди, а зачем Лукьянов тебя опять вызвал? Да нет, никто меня не вызывал. Мне надо поговорить все время с Шустом из Невролой. С Шустом? Так что? Так он сегодня ночью выпал из окна. Двенадцатый этаж, говорят. Покончил с собой. Так, мне нужна твоя помощь. Пойдем. Пойдем, пойдем, пойдем. Тут у нас процедурный корпус с новейшим оборудованием. Доктор Царенко добыл по грантовой программе. Все-таки прекрасно, когда в коллективе есть такие пробивные люди. Ох, еще бы. Владислав Борисович, душа нашего центра. Прекрасный специалист, внимательный, доброжелательный, да и мужчина интересный. Зоя, вы в него случайно не влюбились? Зачем? Это бесперспективно. Судя по всему, его наша новая главврач интересует. Впрочем, как и он ее. Мне это мало интересно. Идемте смотреть ваше новое оборудование. Да, пожалуйста. Да, здесь только мои назначения. Разве что Шуст мог что-то на назначение записать? Зачем? Ты что, думаешь, Шуст мог иметь какое-то отношение к смерти твоей жены? Я не знаю. Я хочу в этом разобраться. Как? Для начала схожу к Давиду Шусту. Интересно, как ты себе это представляешь? У женщины горе отутыв с расспросами о событиях шестилетней давности. Спасибо, Женечка. Только что приходил Горский. Смотрел историю болезни своей жены. Он интересуется Шустом. Спасибо. Спасибо. Здорово. Здорово. Слушай, а? Чувак, ты мне нужен. Подвернулась классная работа. Хорошие деньги, плюс неделька в море. В тихом, уютном городке Приморск. Круто. В принципе, я не против. Только своей позвоню, посоветуюсь. Ага, окей. Жду. Только ты советуйся быстрее. Предложение жирное. Я понял. Здравствуй, Лиза, привет. Привет. Слушай, мне тут предложение по работе подвернулось. На недельку в командировку к морю. А как так? К морю. А если что-то случится? Слушай, вчера при мне девочку в женской консультации на сохранение положили. Угу. Гипертонус матки. Гипертонус? Серьезно, наверное. Ну, я как-то и не подумал. Извини. Я тогда не поеду. Ну, ладно. Все. Приезжай домой. Жду тебя. Пока. Спасибо, что согласились встретиться со мной. Мы вот с коллегами собрали вам. Спасибо. Это очень кстати. Будьте не прокляты эти игры. В смысле? Муж мой, Юра. Слишком увлекался онлайн играми. Никогда бы не подумал. Сначала ему везло. Выигрывал много. Мы даже купили пентхаус. А потом началась черная плаца. Он одалживал. И проигрывал. Стали звонить кредитору. Угрожать. Преследовать. Думаете, эти люди как-то причастны к его смерти? Я не знаю. Скорее всего, просто у Юры сдали нервы. Вот он и вышел. В окно от всех проблем. И еще раз примите наши соболезнования. Спасибо. До свидания. Он ушел. Я сделала все, как вы сказали. Он ушел. Я сделала все, как вы сказали. Ну, и как тебе работает под началом Анны? Прекрасно. Умна, талантлива. Красива. Ты в нее случайно не влюбился? Это хорошая идея. Извини. Да. Что? Спасибо. Да, сейчас буду. Нужно срочно встретиться с одним человеком. Он проездом в городе. Ты пока ужинай, а я как освобожусь наберу. Хорошо? Конечно. – Алло, Ань? – Да, Марина, привет. Привет. Помните, у нас были большие планы на вечер? Приезжай в ресторан «Медуза». Мариночка, прости, пожалуйста. Такие проблемы на работе. Давай вечером дома встретимся? Да, конечно. Все, давай. Алло, привет. Добрый вечер, Поля. Ну, как? Ну, я все устроила. Ежемесячно на счет Елены Фроловой будут поступать деньги от имени нашего фонда. Да. И еще я купила там памперсов, детские вещи. Отнесу завтра. Зачем? Ну, как это зачем? Помочь, подержать, а? Ты что, против? Да нет, конечно. Но ты ни в коем случае не говори, что это отменят. Хорошо, хорошо. Не волнуйся. Спасибо, Полин. Пока. Пока. Так в чем проблема? Все же в целости и сохранности. Температурный режим придумали для трусов. Ну, я же не знал, что их нужно было хранить в холодильнике. Если хоть одна ампула окажется непригодной, я тебя урою. Деньги где? Вот. Свободен. Свободен. Юля читает. Ваня спит. Я пробовала их помирить, но у меня не получилось. Вот тетя Аня точно бы все уладила. Спасибо за ужин. Ну, давай, смотри. Ясно. Сегодня посуду мою я. И как вам поступить в этой ситуации? Пока она здесь у нас, нам очень важно сделать все, чтобы она ни о чем не договорилась. Постараемся. Я конспиратор со стажем. Мне очень важно, чтобы Инна Львовна о новой квартире узнала только в конце лечения. Чтобы ее тревожное расстройство не прогрессировало. Я уверен, этот сюрприз сыграет только в плюс. Ее дочка и зять большие молодцы. Вы почему так поздно в бризе? Да так. Подбирал хвосты. Дня не хватает. А вы? Мне тоже катастрофически не хватает времени. Не знала, что у главврача так много обязанностей. Бедный мой Горский. Не знаю, как Горский, но вы явно на своем месте. И пациенты вас любят. Посмотрите, какой букет подарили. Да. Все. Да, давай, Ванька. Всем привет передавай. Пока-пока. Поехали. Ой, Мариш, прости, пожалуйста, что так получилось. А ты что, уезжаешь? Что-то случилось? Ничего особенного. Просто я поняла, что я не вписываюсь в ваш морской пейзаж. Красивые цветочки. Да. Пациент из третьей палаты подарил. Ключи от дома. Все. Отдала. Куда ты на ночь глядишь? Ничего не понимаю. Что ты понимаешь, Аня? Передавай привет пациенту из третьей палаты. Марин! Да, Лизя. Мама! Мама! Мой проект! Победила я в конкурсе! И я еду в Лондон на полгода! Мама! Я тебя поздравляю. Миша не против? Пусть только попробует быть против. Так, все, он пришел. Давай, я тебя целую. Пока-пока, дорогая. Миша! 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 Миша, у меня крутейшая новость! Мой проект победил на конкурсе! И я еду в Лондон на полгода, Миша! Миша! Какой Лондон! Какие полгода! Лиза, мы с тобой заявление в ЗАГС подали. У нас свадьба через месяц. Мы ребенка ждем! Так это еще когда будет? А расписаться мы и до отъезда успеем. Ты только подумай, это Пукинкемский дворец, это Тауэр-бридж, это овсянка на завтраке. И самое главное, это лучшая дизайн-студия Европы. Нет. Это невозможно. Почему? Это невозможно. Невозможно этот твой Лондон. Невозможно овсянка, караул, Тауэр-бридж. Это все невозможно! Почему? Потому! Потому что я на правах будущего мужа считаю, что эта поездка опасна для тебя и здоровья нашего ребенка. Да? Да. А я на правах самодостаточного человека считаю, что я сама в праве решать, что и когда мне делать. Это серьезно? Абсолютно. То есть, ты намерена ехать? Миша, это Лондон! Лиза, ты только что просила не оставлять тебе одну на какую-то неделю. А сейчас хочешь сорваться, сама и уехать за тысячи километров. Лучший, где твоя командировка, а где Лондон? И что? Это повод как дура себя вести? Что? Я… прости, я… я скричаю. Но я не прав по форме. Не по сути. Если ты так ставишь вопрос, тогда собирай свои вещи и проваливай в командировку. Нам вместе делать нечего. Лиза, я… То есть, ты хочешь, чтобы я ушел? Да. Сейчас. Это вы главврач? Да. Я вас слушаю. Если в вашей больнице не знают, как лечить гипертонический кризис, то направьте меня в область. А какая ваша фамилия, и кто ваш лечит еще врач? Максим Александрович, это я. А я Ольга Мельник. И тоже, кстати, врач. О какой стабилизации давления может идти речь, если пациент элементарный не может выспаться? Моя соседка храпела всю ночь. Доктор Потапов переведет вас в другую палату. Всего доброго. Спасибо. Переводите в другую палату. Угу. Какая женщина. Марина Викторовна, я хотела отпроситься у вас сегодня, после обеда. По семейным устоятельствам. Вы, кажется, оговаривали это на собеседовании. Все семейные и другие дела, не имеющие отношения к нашей работе, оставляем за порогом клиники. Алло. Это Елена Гордеева. Да, из «Лесной тишины». Я согласна с вами сотрудничать. Не правы вы, Ольга. Потапов прекрасный врач. Просто влюбляется часто. А ваш главврач? Такой суровый, даже мрачный человек. Да вы что? Он чуткий, внимательный. Ну да. Иногда серьезный. Добрый день, Максим Александрович. Добрый день. С кислородом все в порядке? Да. Спасибо. Ну что, надеюсь, проблем больше нет у вас? Нет. Спасибо. У меня прекрасная палата. Вы простите меня за мою несдержанность. Я прошлую ночь совсем не спала. Все будет хорошо. А ваш Дубровин такой замечательный город, как я успела заметить. Может, и не стоит бежать дальше? А вы бежали? Да. От мужа. Он изменил мне с моей подругой. Я поехала, куда глаза глядят. Ну, а потом скакануло давление. А вы правда врач? Терапевт. И очень даже неплохой. Вы что думаете, я все это придумала, чтобы получить новую палату? Нет, ну что вы, нет. Конечно. А я слышала, у вас врачей не хватает. Увы. А вы оставайтесь у нас, Оленька. Вам у нас будет хорошо. Пищаю. А я подумаю. Надо же дежавю. Ровно год назад, при таких же обстоятельствах, к нам в больницу попала Анна Петровна. Да, Максим Александрович? Ничего похожего. Возрадуюсь. Спасибо. Извините. Я провожу вас, Оленька. Пойдемте. Расскажите мне, кто такая Анна Петровна. Вам с удовольствием. Часто. Слишком часто влюбляется. Анна Петровна, здравствуйте. Это Миша. Уже? Вы же в курсе насчет Лондона? Лиза твердо решила ехать. Но это неразумно. Мы с ней поссорились. Она меня выгнала. Мне кажется, только вы можете на нее повлиять. Я так понимаю, ты против ее поездки. Почему? Потому что я ее очень люблю. Разве ты не хочешь ее понять? Ты не хочешь ее профессионального роста? Ты хочешь приковать ее к кухне и к спальне? Это по-твоему любовь? Я все понимаю. Но она же беременна. Я… Я сейчас приеду. Спасибо. Да. Максим Александрович. Опять что случилось? Нет. Я готова поработать в вашей больнице. Ну, естественно, после выписки. Я думал, вы шутите? Нет. Нельзя же выпускать шанс начать новую жизнь. Да. Вы правы, нельзя. А давайте это отметим сегодня вечером? Ну, хорошо, давайте. Извините. До вечера. Здравствуй, Маша. Привет. Я тут нашла интересную информацию по поводу доктора, который к Тане приходил в тот день. Юрию Шусту? Скажи, сколько может зарабатывать доктор в бюджетной столичной клинике? По-разному бывает. На пентхаус хватит? Нет. Однозначно нет. Шесть лет назад, сразу после смерти Тани, этот Шуст купил пентхаус в элитном столичном районе. Я знаю, он играл в онлайн-казино. Именно тогда и выиграл. Да. Но я в его аккаунте не обнаружила никаких игровых приложений или профильных групп. Ничего, чтобы хоть как-то указывал на то, что он игрок. Ну, может быть, он скрался в зависимости? Может, но мне все это не нравится. Ваня, я так и знала, что ты здесь. Поздравляю. Хватит тебе дуться. Я кое-что в интернете нашла. Очень важное. Важное для кого? А вот дуться перестанешь, я тебе скажу. Ну, давай. Такое дело. Па-па-па-пам. О, мам, привет. По какому поводу такая грандиозная уборка? По такому, чтобы духу кое-кого здесь не было. Да, да. Он позвонил мне, рассказал. Он еще и предатель. Девочка моя. Тебе сейчас нужно думать о здоровье. О своем, о малыша. А все остальные проблемы решатся. Миша тебя любит. А вы не поторопились жить всем остальным? Да нет, он рано или поздно все равно бы меня призывал. Он оказался слабым мужчиной. Мне всегда приходилось быть с ним сильным. А он хотелось бы быть слабым? Ну, конечно. Это же мечта каждой женщины. Чтобы рядом с ней оказался сильный мужчина. Который смог бы ее защитить. Позаботиться о ней. Взять за нее ответственность. Вот если бы в моей жизни появился такой человек, я бы бросила бы все. Я бы даже ушла из профессии. Хотя я очень хороший специалист. Кстати, вы в этом убедитесь. А вы мне не верите? Почему я еще даже верю? Просто уже поздно. И нам пора идти, а то улетит от Потапова нарушение больничного режима. Можно что-то? Спасибо. Ванька. Смешной такой. Махматый. Это он уже в садик ходит? Да. Я ведь тогда уже на работу пошла. Ой, а ты тут такая серьезная. Это я обиженная. Я очень хотела пойти кататься на пуни. У тебя конференция была. Я еще долго потом убежалась. Не помню уже. Ну вот что я за мать? Ты самая лучшая мать. Знаешь, иногда думаю, может быть зря я все бросила. Сорвалась и уехала из Дуброва. Ну ничего не зря. Я беру с тебя пример. Я что, не должна ехать в Лондон только потому, что мне Миша сказал? Да нет, ну конечно же не поэтому. Во-первых, ты беременна. И будешь одна далеко от дома. Ну зачем рисковать? И ты туда же. Мы с Максимом тоже хотим ребенка. Пока не получается. Ну вот если бы получилось, я бы все бросила. Привет. Лиз, привет. Мама, у тебя? Да-да. Мам, это там с вами в Приморске открыт доп. набор в кораблестроительный. Что скажешь? Отлично, приезжай. Хорошо. С Сиолькой можно? Ну естественно. А я? Так и ты приезжай, веселее будет. А что? Прекрасная идея. Поживешь в море, отдохнешь, соберешься с мыслями. Подождите, а я? Так, у тебя школа. А вот и нет. У нас карантин. Ветрянка. Ну, разве что ветрянка. То конечно. Но это если папа разрешит. А что я должна разрешить? Тетя Аня приглашает на всех в Приморск. На выходные. Отвезешь нас? Да. Ну, разве не субы? Ура. Здравствуйте, это Михаил. Извините, я сейчас на съемках и не могу ответить. Пожалуйста, оставьте сообщение после сигнала. Михаил, добрый вечер. Мы с Лизей завтра поедем в Приморск. Я уверена, она отдохнет и успокоится. А вы к нам приезжайте, как только сможете. Ана Петровна, ночью пациенту из пятой палаты понадобилось обезборище. Я пошел в хранилище и обнаружил недостачу подотчетных препаратов. Весь персонал попросили? Нет, решил у вас дождаться. Но дело в том, что я подозреваю, кто это мог сделать. И кто? Доктор Царенко. Здравствуйте. С возвращения, Ивана Петровна. Александр Борисович, а я вот здесь как раз с Аней Петровной рассказывал, как я видел, что вы получали деньги от курьера. И речь шла о каких-то ампулах. О наркотиках, да? Андрей Михайлович, ну что за бред? Мне доставляют лекарственные препараты от наших немецких партнеров. Фирма Farm to Farm. Анна Петровна в курсе. А деньги? Это часть инвестиций. У нас просто временные проблемы с банком. Просто подозрить меня в торговле наркотиками тоже ни в какие рамки не лезет. А недостача препаратов налицо. Да. Поговорите с доктором Треневым. У его тетушки очень тяжелая форма онкологии. Проверьте, мы чего кузырь. Хорошо? Максим Александрович. А что вы делаете в выходные? Вы не хотели бы показать мне ваш милый городок? У меня в выходные я везу детей к морю в Пивнурск. Извините, мой гад. Оленька Николаевна, я вам с удовольствием здесь все покажу. А давайте обсудим это позже. Ана Петровна, я не понимаю, вам скучно живется? И вы решили устроить мне травлю, чтоб разнообразить себе жизнь? Какие наркотики? Какие наркотики? Николай, успокойся. Я рассказал Ане Петровне о твоей беде. О том, что тетя находится в тяжелейшем состоянии. Ну, невыносимой боли. Ну, я не хотел афишировать. Ей действительно по закону полагается обезболивающее, но то, что ей дают, ей уже давно не помогает. Здесь счет идет просто на дни. А давайте договоримся так. Сейчас Николай Павлович возвращает неиспользованные ампулы. Мы забываем об этом инциденте и возвращаемся на свои рабочие места. Договорились? Нет, договариваться мы не будем. Пишите заявление по собственному желанию, иначе мне придется уволить вас по статье. Извините. Горский собирается в Приморск. И мне это не нравится. Так что будь внимателен, Влад. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Хорошо, сейчас буду Располагайтесь, пока я скоро приеду Пока-пока Что, случилось? Пока! Пока не знаю, мне срочно нужно влезть Я тебя подвезу Пойдем, пойдем Куда я ее сунул? Скорее всего, Калиша Токченко ее уже нашла и выбросила Да вряд ли Здесь она еще не перебирала О! Есть! Годится! Зачем тебе это? Она же уже недействительна А кто об этом знает? Об этом же не знают ни в аптеках, ни в мои клиенты Ты что, идиот? Тебя если вычислят, тебя посадят Да не вычислят! Я хочу еще немного заработать денег, пока есть такая возможность Слушай, я тебя предупреждал Заканчивай торговать наркотой Ты у немцев в три раза больше получал Понимаешь? Да понимаю А, Анна Петровна Рад вас видеть Снова А я забыл свою любимую чашку Зашел забрать Забрали? Увы, нет Но если вдруг найдете, передайте, пожалуйста, через Владислава Борисовича Буду вам очень признателен Позвольте А, печать верните Печать? 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 Да пожалуйста Спасибо Пойду провожу, на всякий случай Дупрекат, скорее всего Наверное Который доктор Тренев случайно забыл сдать Ладно, пойдемте Анна Петровна Можно вас буквально на пару слов? Наедине Который доктор Тренев Я хотел поговорить с вами конфиденциально Знаете, до меня давно доходили слухи, будто бы Тренев связан с местным криминалом Я не хотел верить в эти досужие домыслы А сегодня Пришел Брис К своему пациенту И увидел, что Тренев заходит к вам в кабинет И я решил узнать, что он здесь делает Узнали? Ну да Надеюсь, третьего дубликата не существует Как там Марина? Она со мной больше не общается Всего доброго Ну да Интересно, у вас тут препараты валяются, а что это раньше не встречалось? Навскидку не скажу Сейчас много нового А сестре хозяйке надо сделать выговор за мусор Максим Всего доброго До свидания Василий Борисович, посмотрите Я очень рада, что вы приехали Сделайте еще МРТ с контрастом Хорошо И также ежемесячно вы будете получать денежные пособия От нашего фонда «Надежда» Только мужа этим не заменишь Простите Я не это хотела сказать Я просто никак не могу привыкнуть, что его нет Мы трейлер собирались покупать Чтобы путешествовать с Женечкой, когда она вырастет А он взял и умер Все как-то странно очень Он же не болел никогда Как? Ну Мне показалось, что он у нас Он в нашей больнице лежал Я там работала когда-то Старшей медсестрой Ну да, я фотографию его видела Кирюша никогда не попадал в больницу Ну он строителем был, да? Водителем Дальнобойщиком Дальнобойщик 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 Здравствуй, Полина Привет Познакомилась с Фроловой Очень милая женщина Благодарила Ну ты же не рассказала ей, что это от меня? Нет, конечно же Ты же просил Скажи А с каким диагнозом он лежал в нашей больнице? Ну Язва Двенадцатиперстной кишки Было осложнение после операции Недели две он у нас пролежал Ну а мы с ним очень сдружились Понятно Я очень тебя люблю Я очень тебя люблю Сказать Я понятия Уто Весь СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Добрый день. Добрый день. Вы на прием? Проходите, пожалуйста, присаживайтесь. Что это? В порту сказали, головрач в курсе. Вы головрач? Да. Так, понятнее? А кто в порту направил вас ко мне? Мало. Давайте обсудим сумму. Немедленно заберите деньги и покиньте мой кабинет. Есть договоренность. Мне нужны медицинские справки. Двадцать. Я еще раз повторяю, покиньте мой кабинет, иначе мне придется вызвать охрану. Делайте, что говорю, иначе хуже будет. Уходите. Нужно? Да-да, конечно. Мой иностранный гость уже уходит. Присаживайтесь. Если вам вдруг потребуется помощь или защита, обращайтесь. Мне есть, кому защитить. Орловский Игорь Алексеевич. Следователь Приморской районной прокуратуры. Что-то случилось? Анна Петровна, я здесь. Исключительно по личному вопросу. Я сейчас в отпуске. Слушаю вас. Вить, привет. Ну, что там у тебя? Дело закрыли? Поздравляю. Слушай, я тебе сейчас бошу эшемеской маркировку одного препарата и закупил барбитуратов. Никогда раньше такого не встречал. Может быть, тебе удастся выяснить, что это такое? Спасибо. Все, сейчас присылаю. Можно? Да. Я готовлю петриковца из шестой палаты на выписку. Как посчитать и нужным. Что-то еще? Вы такой напряженный, Максим Александрович. А что вы делаете? Не надо. А у меня, между прочим, сегодня день рождения. Простите, не знал. Поздравляю. Спасибо. А может, сходим куда-нибудь после работы? Я приглашаю. Не знаю, во сколько я закончу. Работа не проворот просто. Слушай, ну, я подожду. А может, мы здесь посидим? У меня как раз есть отличные конфеты, коньяк. Ну, я и в городе никого не знаю. А день рождения оставаться одной нехорошо. А несите свой коньяк. После шести. Ну, отлично. КОНЕЦ Ну, так что, вы сможете помочь с моей бессонницей? Думаю, да. Простите, пожалуйста, это моя дача. Мы в кино собрались. Мы с Настей живем вдвоем и из-за моей работы видимся редко. Поэтому, когда я в отпуске, я стараюсь все свободное время проводить с ней. Приходите завтра к десяти, начнем курсы рефлексотерапии. Прекрасно. А что, если я познакомлю свою дочь с вашей Настей? Они найдут, чем заняться вместе? Думаю, это будет замечательно. Спасибо большое. До встречи. Красиво. Константин Серов. Журналист с Центрального телеканала. Поздравляю вас. Мы здесь всего пару часов, а я уже встретил самую красивую девушку города. Понятно. Что понятно? Ну, приехали к морю. Решили завести курортный роман. А вот и не угадали. Я здесь в командировке. Снимаю репортаж о здешнем медицинском центре Бриз. Правда? Да. Здорово. Бристово стоит. А вы там лечитесь? К счастью, нет. У меня там мама главврачом работает. Ну как? Так это я удачно к вам подошел. Даже не надеетесь на протекцию. Не очень-то и хотелось. Привет, Лиза. Привет. Значит, вы знакомы? Да. Немножко. Ну что ж, тогда пора работать. Елизавета, до встречи. До свидания. До свидания. Миша. Дай пару минут, я догоню. Нам надо поговорить, Лиза. Хорошая командировка. К морю. Я вообще-то к тебе приехал. Ты как себя чувствуешь? С некоторых пор, Миш, это не твое дело. Миша. Еще увидимся. Хорошо. Хорошей работы. Мне рассказывали о вашей жене. Но вы очень сильный человек. Вы смогли забыть прошлое, стать к операционному столу и начать новую жизнь. Я бы так не смогла. Как выяснилось, я тоже. Случайно обнаружились некоторые факты. И я понимаю, что в смерти моей жены все так просто. Я не успакуюсь, пока не разберусь. Максим, я понимаю, каково это возвращаться в пустую квартиру. А поехали ко мне? Простите, Ольга Николаевна. Я очень устал. Тогда до завтра. До завтра. До свидания. Сори, Влад, но он не пробиваемый. Он будет копать дальше. Я считаю, нужно менять тактику. Ваня, а ты, правда, что ли, из столицы к нам приехал? Ну, да. Капец. У вас там что, институтов не хватает? Да нет. Просто мама здесь работает. Медицинском центре. Ризе, что ли? Угу. А ты сейчас куда? Мы, может, погуляем? Извини, у меня встреча. Жаль. А то я могла бы порт показать. Я по тайной ход знаю. Спасибо. Другой раз, ладно. Как скажешь. У тебя шнурок развязан. А, спасибо. А вчера арабское судно в порт зашло. Наверняка нелегалов привезли. Каких нелегалов? Обыкновенных. На которых ваш бриз наваривается. Ну, окей. До завтра. Ладно. Почему бы и нет? Давно хотела порт посмотреть. Так у тебя же встреча. Да нет. Проблем перенесу. Сейчас. Сейчас. Да, Вань. А, алло, Юль. Слушай, извини. Погулять не получится. Просто меня здесь… В институте задержали. Я поняла. Ну, не получится, так не получится. Пока. Ну, все. Пойдем. Погнали. Далеко к порту вообще? Да нет. Владислав Борисович. Позвонили с проходной. Сказали, что приехали какие-то телевизионщики и начали снимать наш бриз. Это вы их пригласили? Конечно, нет. Ну, как бы я мог без вашего ведома. Так и что делать? Ну, принимайте, как дорогих гостей. Реклама нам точно не повредит. Ладно. Хорошо. Пойду. Добрый день. Я главврач этого медицинского учреждения. Анна Петровна Колесниченко. Представьтесь, пожалуйста. Я журналист центрального канала Константин Серов. Приехал снимать вашу клинику. То есть, вы считаете возможным снимать здесь без разрешения руководства? Ну, вы же руководство. Разрешите. У меня редакционное задание. Если я вернусь без репортажа, мне снесут голову. Пожалуйста. Что вас интересует? Анна Петровна, я слышал, что в последнее время в бризе практикуют нетрадиционные методики лечения. Вот мы и приехали разобраться, что это за методики, как они работают, и работают ли вообще? Работают. Еще как работают. Да? Очень интересно. Здрасте. Добрый день. Мишань, ты сними адресный план. Ага. А я пока пойду посмотрю, что здесь есть еще интересного во дворе. Спасибо, Анна Петровна. Молодец. Хорошо, что ты приехал. Да, но похоже, Лизе я больше наружу. Миша. Да пойми ты, у нее сейчас измененное состояние. Нарушенный гормональный фон, от этого происходят эмоциональные всплески. Тебе нужно запастись выдержкой и нежностью. Нежностью у меня выше крыши. С выдержкой проблемы. Лада, а с чего ты взяла… Тише, давай потом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Только тихо, чтобы охрана не ссекла. Ну? Где корабль? На рейде, конечно. Отсюда не видно. Ясно. Слушай, а так что ты там про нелегалов говорила? Что не говорить? Им нужно в Европу, и они готовы платить. Все капитаны из арабских стран на этом зарабатывают. Ну или через одного. А Бриз при чем? Бриз в доле. Главврач выписывает на нелегалов липовые справки, чтобы в больничку положить, пока им левые доки готовят. Ты откуда об этом знаешь? У меня мать бухгалтером по арту работает. Ага, и, конечно, тоже в доле. А что тут такого? Всем нужно как-то жить. Ты у своей спроси, она наверняка тоже многое знает. Пойдем дальше. Лично мне рефлексотерапия помогает. Боль после сеанса отступает надолго. И еще. Бриз совершенно замечательное место. Я совершенно здоров, но родственники меня зачем-то сюда определили. Но я этому даже очень рад. Здесь прекрасные врачи и совершенно очаровательные медсестры, и… Вам шаг, Иван Павлович. Молодой человек. Пожалуйста, помогите мне. Меня удерживают здесь насильно. С чего? Шаг. Давай. И кто вас удерживает? Со мной происходят очень страшные вещи. Прекратите снимать. Прекратите, я сказал. Инна Львовна, не стоит озвучивать ваши фантазии направо и налево. Идемте. Вам пора на процедуру. Людочка, отведите, пожалуйста, Инну Львовну. Пойдемте. Пойдемте, Инна Львовна. Женщина нездорова. Стыдна. Молодые люди. Слушай, ну, реально, вроде бы, не в себе, не много. Спокойно, так надо. Тямо. Много будешь знать, денег не получишь. Все, давай. Идем. Так, ну что, продолжим. Вам мат, Иван Павлович. Девчонки, не убегайте далеко. Ага. Анна Петровна, расскажите мне рефлексотерапии. А ты знаешь, кто мой папа? Сыщик. А ты не сочиняешь? Нет. Он ловит преступников. У него даже медали есть. Ничего себе. А в Приморске есть преступники? Валом. Порт – это логово криминала. Слушай, а давай бандитов выслеживать. Будешь, моя напарница? Так нас в порт не пустят. А нам и не надо. Я знаю место, откуда все суперски видно. И еще у папы есть морской бинокль. Настоящий. Я завтра принесу. Забили? Забили. Наши девочки подружились. Пускай Настя приходит к Вере поиграть. Спасибо большое. А сейчас есть предложение. Пойдемте к нам пить чай. Конечно, с удовольствием. Ну, и как тебе? Спасибо. Познавательно. До завтра. Ну, до завтра. Пацаны. Ну, чего? Спустите его. Передай своей мамашке. Пусть сговорчивее будет. Как ты? Нормально. Скорую вызвать? Или полицию? Не надо. Кстати, помоги. Я здесь рядом. Жив. А при чем тут твоя мама? Притом, наверное, что не выписывают никаких фальшивых справок. Моя мама новый главврач в прессе. Ничего себе. Лада, ты только никому об этом не говори, хорошо? Хорошо. И ты молча о моей маме. Договор? Пойдем. 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 Из наших-то никого и не осталось. Ты уволилась. Таранец. Колесниченко в Приморск уехала. Кстати, главврачом. Так, а Таранец когда уволился? А вы что, с ним так и не общаетесь? Нет. Так когда? Ну, тогда же, когда и Анна. Они, кстати, вместе и уехали. А число помнишь? Это было через два дня после того, как у нас девочка умерла. От гнойного аппендицита. Вот. А произошло это двадцать... Двадцать первого сентября. Значит, уволился он двадцать третьего. Так я и думала. А как у тебя дела? Хорошо. У меня тоже все хорошо. Ну, если тебе интересно. Ваня! Что с тобой? Вань! Все нормально, тихо. Садись. Что случилось? Все хорошо. Ребра целы? Не знаю. Как это произошло? Хулиганы какие-то напали возле порта. Да. Мы даже не успели понять, что происходит. Я позвоню в полицию, пусть пришлю дежурный наряд. Не надо. Не надо полицию. Игоря Алексеевича сама вызову, если нужно будет. Пойдем, я пилот смотрю. Простите, пожалуйста, за несостоявшийся человек. Конечно. Ничего страшного. Настя, идем домой. Пока. Пока. До свидания. До свидания. До свидания. Что произошло? Я же говорю, хулиганы какие-то пристали. А Ваня повел себя как настоящий герой. Пока. Почему ты не захотел вызвать полицию? Ты знаешь, кто он тебя напал? Не знаю кто, но знаю зачем. К счастью, серьезных повреждений нет. Хотя могло быть и хуже. Наш порт рассадник махрового криминала. И убедите вашего сына, чтобы он держался от него подальше. Но подкоровулить его могли где угодно. Я так понимаю, что это была попытка давления на меня, после того, как я не подписала какие-то справки. Видимо, Тренев неплохо на этом зарабатывал. А я не хотела это верить. Что вы собираетесь делать, Анна Петровна? Конечно, обращусь в полицию. Меня сложно запугать. Ну, от местной полиции вы вряд ли чего добьетесь. Все знают, что именно они крышуют порт и прочно встроены в тамошние криминальные схемы. И что вы посоветуете? Трудно сказать. Ну, если разобраться, в нелегальной перевозке мигрантов ничего ужасного нет. Ну, людям помогают перебраться из неблагополучных стран. С другой стороны, за этим стоят реальные бандиты. И они могут угрожать вам и вашей семье. Поэтому, может, лучше выписать эти несчастные справки. Такое ощущение, что вы тоже задействованы в этой схеме. Я надеюсь, это шутка, Анна Петровна. Звучит музыка. Звучит музыка. Горский Максим Александрович? Да, в чем дело? Вам нужно проехать в отделение, для дачи показаний. В связи с чем? Не знаю. Идемте. Ну хорошо, поехали. Паспорт возьмите. Я целое утро папе звоню, а он трубку не берет. На операции, наверное. Перезвонит, когда освободится. Наверное. Здрасьте. Привет. Юля, а можно мы пойдем с Настей на качельках покатаемся? Можно. Но через два часа будь дома. Хорошо? Дома будь. Идем. С чего мрачный такой? Есть повод веселиться. Твою маму я не сдал, но за своим мне реально стремлено. Если она не будет лезть в дела Порто, то все будет окей. Отличный совет. Не мешайте бандитам обтяпывать свои делишки. Не злись. Я вообще-то попрощаться пришла. Уезжаю. В смысле? А институт? Еду к отцу. Он в Испании дома строит. Давно звал, но мама была против. А вчера после моего рассказа о драке резко передумала. И купила мне билет. У нас тут с портовыми разборками не шутят. Убедимся когда-нибудь. Пока. Пока. Юлька, ты чего? Того. А не надо врать. В институте меня задержали, а сам целый день с этой ладой протусил. И из-за нее по голове получил. Да это не так. Я просто не могу тебе всего рассказать. А мне неинтересно. Юль, ну подожди. Ай-яй-яй. Ну хватит дуться. А теперь давайте обратимся в полицию и расскажу все, что у нас есть Патриневу. Начинаю с наркотиков. Таким образом мы раскроем всю преступную цепочку. Игорь Алексеевич, заходите, пожалуйста. Мы с коллегой как раз обсуждаем вчерашнее происшествие с Ваней. Сын все-таки сказал вам правду? Все. Вы решили, что вам он сказал неправду. Мне так показалось. Опыт подсказал. Вам показалось. Я все-таки решила обратиться в полицию. Кому там лучше? Ну вот теперь я вас попрошу этого не делать. По крайней мере, пока. Я все объясню, только немного поще. Субботник. Привет. Привет. А ты здесь… Слушай, хорошо, что мы его видели. Лиза очень глупо, что мы поссорились. А я вообще-то не к тебе. Костя, привет. Привет, Лиза. Ну что, готова? Будем делать из тебя звезду? Валяй. Давай, я введу тебя в курс дела. Мишань, а ты выбери хороший ракурс. Да, конечно. Вот, иди сюда. Вот. Отсюда все видно. Ого. О, вон охранник. А это, кстати, кто? Дай посмотрите. Да нет, подожди. Точно. Не моряки. Странные какие-то. На, посмотри. Давай. О, так там твой папа. Где? Вон. Если здесь мой папа, сто процентов где-то рядом бандит. И мы с тобой их высадим. Вячеслав Федорович Войцеговский удивительный человек. Очень щедрый на дружбу. Он подарил маме возможности развиваться и самореализовываться. И чтобы у нее была возможность помочь как можно большему количеству людей, он купил приз. Лиза, слушай, у тебя был заплетык в слове «щедрый». Ага. Ты можешь отдельно сказать? Просто «щедрый». А я потом подложу. Щедрый. Так? Еще раз. Щедрый. Угу. Прекрасно. А давай теперь поговорим о другой стороне жизни врача Анны Колесниченко. Личной. Трудно поверить, что у такой прекрасной женщины нет поклонников. У нее есть жених, и они очень любят друг друга. Слушайте, извините. Давайте это вырежем. Я думаю, маме не понравится. Угу. Как скажешь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Девочки, где приемное отделение ПОК, да? По скорой кого-то привозят, врачи осматривают, вы делаете анализы. Быстро, четко. Если будут какие-то проблемы, звоните. Будем как-то решать. Я с этими отчетами не успеваю ничего сегодня. Ну, бывает. Так, подождите сейчас. Алло. Кать, привет. Ты сегодня Горского видела? Целый день не могу до него дозвониться. Нет. Не видела. Я целый день с отчетами ничего не успеваю. Увидишь, скажи ему, что мне перезвонил обязательно. Да, хорошо. Спасибо. Девочки, за мной. А вас устраивают методы лечения? И стоят ли они таких больших денег? У моих родственников деньги есть. Я это снимать не буду. Будешь? Не буду. На место встань. Костя, это чушь какая-то. Извините. Слышишь ты, делают, что говорят, а не выпендривайся. Понял? Не богу ты себе берешь. Так что происходит? Производственный конфликт. Вам придется покинуть территорию Бризе. Конфликты нашим пациентам противопоказаны. Как скажете? Анна Петровна, извините. Да ничего. Все хорошо. Чей ход? Мой. А давайте так. Значит, теперь вы мой лечащий врач? Нет. Я просто помогаю доктору Невзору. Финна Львову. А что конкретно вас беспокоит? О. Простите. Слушай, одну минуту, я сейчас вернусь, и мы обязательно договорим. Нужно сделать укол. Но я же объясняю, мне от ваших уколов плохо. А я вам объясняю. Нельзя прекращать курс инъекций. Иначе ваше состояние может резко и значительно ухудшиться. Спасибо тебе большое, Полин. И прости, что тебе приходится тратить свое время изменить. Без проблем. Дело же благородное. Андрей, это ты сделал? А это ты сбыл Фролова? Да, это я. Полин, понимаешь, было темно, а я выпил. Да я толком даже не понял, что произошло. Только потом уже. И ты сбежал. А что мне оставалось делать? Сдаться в полицию естественно 10 лет? Это помогло бы вдове Фролова? Нет, Андрюша, я от тебя с этим жить. Я думаю, что от тебя стоит. Полина, а давай думать буду я, а ты не будешь вмешиваться. Я не могу не вмешиваться. Я люблю тебя. Анна Петровна, Иван Павлович в критическом состоянии. Запишите время смерти. Судя по всему, сердечная недостаточность. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Анна Петровна, я хотел еще раз извиниться и я вам обещаю, что мы здесь больше не боимся Иван Павлович умер 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 Слушай, твое дело на кнопку «рек» нажимать Есть еще вопросы? Есть Почему ты такой козел? Что? Меня достал Съезд, да? Творец тоже, да? Да, да Прекратите! Прекратите! Лиза, тебе плохо? Голова закружилась Может, к врачу? Не надо Пойдем домой Только маме не говори, ладно? Привет! Ты почему еще не спишь? Я с утра папе не могу дозвониться Ты говорила с ним сегодня? Нет Звонила несколько раз Но он сначала трубку не брал, а потом вне зоны Кстати Алло Кать, прости за поздний звонок Ой, Анна Петровна, извините Закрутилась, не перезвонила Но Максима Александровича я не видела Его вообще сегодня в больнице не было Как самочувствие, как настроение Замечательно Может, объясните, наконец, что я здесь делаю со вчерашнего дня? А вам не сказали? Вы ценный свидетель в деле, которое я сейчас расследую А Виктор Корбан сказал мне, что дело давно закрыто А я уже расследую дело о смерти Юрия Шуста О вашем бывшем коллеге, о котором вы мне не так давно рассказывали Только тогда доктор Шуст был еще жив Так вот В его рабочих бумагах мы нашли список, в котором фигурирует фамилия вашей жены Необарбиталу Я поинтересовался, такого препарата не существует Ну, судя по названию, это представитель группы барбитуратов и в сочетании с анестезией может вызвать сердечную недостаточность Вы часто конфликтовали с вашей женой? Нет А при чем здесь это? Вы укололи вашей жене, Татьяне Горской препарат, вызвавший сердечную недостаточность Юрий Шуст об этом узнал Он шантажировал вас, поэтому вы его убили Да это бред какой-то Это версия, пока Доказательная база соберется Так что я советую вам, гражданин Горский, написать чистосердечное Потому что сядешь ты по-любому Вопрос только, когда выйдешь Я ничего подписывать, писать не собираюсь Можно? Вы просили собрать информацию Спасибо Здравствуйте, Максим Александрович У меня есть право на телефонный звонок Право есть, звонка нет Что-то еще? Можно? Да, конечно Анна Петровна, только приходила племянница Ивана Павловича с мужем Хотели на нас суд подавать, но я убедил их этого не делать Не идет у меня эта смерть из головы Странно как-то вам не кажется? Извините Да, слушаю Анна Петровна, это следователь Савась Дубровина, помните меня? Да, конечно Извините за беспокойство, но я не мог вам не позвонить Тут у нас Максима Александровича задержали За что? Не знаю С ним работает Лукьянов, следователь столичной прокуратуры Ну, я попробую выяснить Хорошо, я выезжаю Лиза, может фруктов хочешь? Или может быть сок? Спасибо Так, а что это вы задумались? Да, пытаюсь вспомнить, что я на камеру вчера наговорила Ничего ужасного, правда? Нет Ты не волнуйся Лиза, это я Идиот, что согласился на эту авантюру Кости Все будет хорошо А где Юля с Ваней? Гулять, дед Слушай, давай ко мне сбегаем за биноклем и опять будем бандитов устеживать Я не хочу Струсила? А ведь мы же договаривались Я не струсила Между прочим, те испорты совсем на бандитов не похожи Значит, это их жертвы Или даже заложники Ты видишь, они не до нас Пойдем Нет, Лизе сейчас нельзя волноваться Скучно с тобой Я домой пойду, до завтра Пока Пока До свидания Пока Пока Привет Привет К Борю пойдешь? Нет Не хочу Анна Петровна, можно вас на минуту? Да, Анна Львова Понимаете, здесь он вас точно не услышит Кто? Мой врач Андрей Михайлович, у вас и к нему уже претензии есть Нет, нет, у меня претензий к нему пока нет Я говорю о докторе Невзора Так давайте в двух словах, а то я спешу Он хочет меня убить Инна Львова? Да, 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 и не надо на меня так смотреть Он делает мне укол и мне от них очень плохо Я сказала ему об этом, но он их не отменил Говорит, если прерывать курс, будет хуже Но куда хуже, и так плохо Анна Львовна, я думаю, что доктор Невзоров прав Но вы поговорите еще с доктором Таранцом Простите, пожалуйста, я очень спешу Наконец-то Дверь откроет Дверь откроет Привет Скажите мне, пожалуйста, где вы так долго были? А где мы были, мы уже забыли А где все? Настя домой ушла уже давно Лиза с Мишей где-то бродят у моря, а тетяня поехала в Дубровин Зачем? Вы что-то с папой? Я не знаю, она ничего мне не объясняла Просто сказала не волноваться Вот я и не волнуюсь Вы чай будете? Смеешься? Вы голодные, как волки Мы есть будем Вань, вставай, помогай мне Давай вставай Давай, давай Ну и встава мне дьявол Делать руки в поросенок Так, кто поросенок? Я поросенок Ты на свои руки посмотри, а? Поросенок Давай мило сюда Юля, дай мило сюда Ха-ха-ха Странное какое-то задержание, Анна Петровна Обвинение Горскому так и не предъявили Позвонить тоже не дают Ой, я вообще в первый раз такое в жизни вижу Чтобы следователь из столицы Приезжал сюда к нам в провинцию Чтобы работать с единственным свидетелем А делом каким занимается этот следователь? Да я спрашивал Только он даже не соизволил отреагировать на мой вопрос Так, посмотрел сквозь меня и дальше пошел Они же нас тут закалять не считают Но в любом случае, если в течение ближайших семидесяти двух часов Обвинение так и не будет предъявлено То по закону его должны будут отпустить Что происходит? Вы присаживайтесь, присаживайтесь Вы можете мне объяснить за что задержали Максима Горского? А должен? Вы ему кто? Жена Будущее А, ну когда станете настоящей, тогда и приходите Я вас больше не задерживаю А что я не буду думать, если я вчера? А мы увидимся, что люди уже не думали Да. А мы все-таки зацепили мать А мы вернём что-то не слышали А мы не думали как и не дали Воевновь р Eddy ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Алло. Доброе утро, Анна Петровна. У меня для вас хорошие новости. Не знаю, что это было, но Максима Александровича выпускает. Спасибо. Спасибо большое. Пошли. Сигареткой не угостите? Я не курю. Тебе тут передать просили. Это все было предупреждением. Не нужно совать нос не в свои дела. Иначе беда будет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пойдем отсюда. Веруш, привет. Да нет, я в полном порядке. Ну, правда. Кстати, тетя Аня меня сейчас будет омлетом кормить. Да ничего не случилось. Ну, правда. Просто телефон Ваня утопил, а потом он пару дней близко провалялся. Юльке привет. Я вас всех люблю и обнимаю. Пока. Давай. Максим, я все-таки ничего не понимаю. Я тоже ничего не понимаю. Я этого Юрия Шуста практически не знал. Максим, я... Аня, ты такая красивая. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте. Здравствуйте. Вот. Это вам. Спасибо. Спит? Полин, вы нас так опекаете. Вам что-то от меня нужно? Нет. Алина, я хочу задать вам пару вопросов о гибели вашего мужа. Я искала информацию в интернете, но не нашла подробностей. От этого зависит судьба близкого мне человека. Какая информация вас интересует? Анна Петровна. Инна Львовна умерла. Когда? Сегодня. Это я виноват. Она все утро жаловалась на сердце. Я на завтра ей назначил ЭКГ. Через два часа зашел в палату. Сердечная недостаточность. Мы же неделю назад ее полностью обследовали. Все было в пределах возрастной нормы. Да, она постоянно на что-то жаловалась. На разные. Я не принял это всерьез. Да она вчера заявила, что доктор Невзоров хочет ее убить. Что, кстати, он говорит? Да ничего. Ну, ничего существенного. Брис совершенно замечательное место. Я совершенно здоров, но родственники меня сюда определили. Но я этому даже очень рад. Здесь замечательные врачи. Через час после записи интервью этот человек умрет. Так и не простившись со своими иллюзиями относительно приморской клоаки под романтичным названием Брис. Брис – это современное медицинское учреждение. Здесь проводятся научные исследования. Действуют инновационные программы. Но самое главное... А, разумеется, главного мы от Анны Петровны так и не услышали. Знакомьтесь, новый собственник Бриза. Вячеслав Вайцеховский – столичный адвокат, в прошлом оказывавший профессиональные услуги одиозным олигархам и криминальным авторитетам за баснословные гонорары. Приобретенный за них Бриз Вайцеховский преподнес своей молодой любовнице Анне Колесниченко. Анна Колесниченко – терапевт сомнительной квалификации, увлекается нетрадиционными методами лечения, попросту шарлатанством. Она уже привлекалась к суду за смерть пациента, но тогда, шесть лет назад, Вайцеховскому удалось отмазать свою зазнобу от тюрьмы. Вячеслав Федорович Вайцеховский – удивительный человек, щедрый. Он купил Бриз. Это Елизавета, старшая дочь Анны Колесниченко. За сравнительно небольшую сумму она рассказала нам все о своей маме и ее престарелом любовнике. Он подарил маме возможности развиваться и самореализовываться. И они очень любят друг друга. Слушайте, вы извините. Давайте это вырежем. Я думаю, маме не понравится. Я не говорила. Нет. Ничего этого не говорила. Там было совсем не так все. Кость, ты подонок, за это ответил. Я твоей маме все объясню. А миллионам телезрителей ты ничего не объяснишь. Что делать? Надо маме сказать. В Бриз. Пошли. Как вы уже поняли, этот медицинский центр – настоящее гнездо коррупции и шарлатанства. И поэтому он не должен портить наш прекрасный приморский пейзаж. Его нужно снести до основания, а на его месте возвести что-то радостное и светлое. Потому что жизнь всегда побеждает смерть. Слушаю. Приветствую. Ну, как вам программа? Понравилась? Это только первая часть цикла. В передаче, господин Апанова, что я немедленно начинаю готовить иск о клевете и нанесении ущерба деловой репутации. Как это глупо с вашей стороны. Послушайте совет. Продавайте Бриз, и чем скорее, тем лучше. Да пошел ты! КОНЕЦ Максим Александрович, ну, где же мы пропадаем? Добрый день, Буридева. Извините. Здравствуй, Маша. Не мог к тебе вчера дозвониться. Какая информация? О Шурстве? Куда? Сейчас подойду. Удивительно это, Ваше, конечно, доброе. Но дозвониться к тебе вообще не удалось. Да, ну, а разговор-то на телефон я не решила. Прыгну в машину, приеду к тебе. Садись. Рассказывай давай, что тебе удалось выяснить? Я была права. Твой Шуст не играл ни в какие онлайн-игры. Я взломала его аккаунт. Шесть лет назад он работал на немецкую фармацевтическую компанию. Я так понимаю, основная переписка была по почте, потому что в мессенджере только принял, выполнил, деньги получил. А деньги, как ты помнишь, серьезные. А перед гибелью он с ними связывался? Отдалось выяснить, что это за компания? И какую работу он для них делал? Farm to farm. Я хакнула их сервер, эти немцы уже почти десять лет проводят нелегальные испытания своих препаратов в разных странах Европы. Шесть лет назад они проводили испытания в твоей центральной клинике. Таня была в списке у Шусты. Он наверняка вводил ей этот необорбиталум. А он оказался несовместим с анестезией, поэтому Таня умерла. Наверное, они признали этот эксперимент неудачным и не пустили этот препарат в производство. А Шуст решил их шантажировать, а они поэтому его убили. Как ты говоришь, фарм to farm? Да. И они до сих пор проводят эти испытания. У них есть целая сеть точек. Клиники, медицинские центры. А в их списке был БРИС, город Приморск? Кажется, да. Ну-ка. Да. А курировал и продолжает курировать эти испытания в нашей стране некто Владислав Царенко. Мне надо ехать. Ваше огромное тебе спасибо. Ты очень помогла, правда? Не устаралась. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Этот репортаж – подарок нашим врагам. Я знала, что у нас есть дороги. Мам! Мам! Он мне задавал совершенно другие вопросы. Я думала, что... Я не знала все. Все-все-все. Я все понимаю. Все хорошо. Это и я виноват, Анна Петровна. Мне надо было остановить съемку, как только я понял, что тут что-то не так. У тебя командировка закончилась? Я думаю, да. Вот и возвращайтесь в столицу. Анечка, прости, пожалуйста. Все-все-все. Не думай об этом. Ты ни в чем не виновата. Все хорошо. Миша. Телепрограмма заказная – это очевидно. Пока я не дозвонилась до Вячеслава Федоровича, но мы обязательно будем подавать в суд. Ну, если это произойдет, на Бризе можно поставить крест. Наоборот. Если мы промолчим, Бриза не станет. Послушайте, единственное, что мы можем противопоставить этой гнусности – это правда. За последние несколько дней у нас умерло два человека. Мы обязаны разобраться, почему это произошло, и дать об этом официальную информацию. Вы что, хотите собственными руками уничтожить остатки репутации Бриза? А у вас есть другие предложения? А какой смысл вам что-то предлагать, если вы слышите только себя? Извините. – Можно? – Можно. Нужно немедленно отменить нашим пациентам седативные препараты. Это невозможно. Большинство из них получает их на постоянной основе. – А в чем дело? – Отменяйте к чертовой матери. Иначе новых смертей нам не избежать. Глеб Алисович, если есть угроза в жизни наших пациентов, мы обязаны это предотвратить. Вам что-то известно? Ничего. Мне ничего не известно, и я вам ничего не говорил. Таким образом, Горский все знает и направляется к вам. – Как это вышло? – Да скажи спасибо, что я вас предупреждаю. Если бы я знала, что от этих экспериментов будут умирать люди, думаешь, я бы согласилась на твое предложение? – Ну, а я тебе деньги за это плачу. – Да какие к черту деньги? Короче, когда все это вскроется, я хочу быть подальше от тебя. Почему? Алло. Нужно немедленно все прекращать. Ты о чем? Устилаешься? Нельзя продолжать испытания препарата. Люди умирают. Прекращай стереть, Глеб. Если мы не закончим этот этап, нам денег не видать. Пусть поддавится своими деньгами. Все с меня хватит. Неужели? А вдруг всплывет, кто выписал фиктивное свидетельство о смерти Долина? И кто был лечащим врачом этих двух стариков? Прикуси язык. Иди работай. И теперь я понимаю, почему Долин покончил с собой. Он ввел своей матери препарат несовместимый с седотином. И этим невольно убил ее. Я врач, я ученый, я не убийца. Я иду в полицию. Никуда ты не пойдешь. Кишка тонкая. Глеб. Глеб, успокойся. Иди, хлопник. Ник, а? Нужно идти в полицию. Да. Глеб Ильич, вы совершенно правы, вы врач, а не убийца. К тому же хороший врач. Правда ведь, она все равно скоро всплывет. Зачем вам идти на дно вместе с Царенко? Идемте. А я пойду с вами. Вера! Привет. Наконец. Привет. Ты бинокль взяла? Взяла. Идём в порт? А зачем? Ты же боишься, что тебя за это отругают или в угол поставят. И Лизе нельзя волноваться. Во-первых, никого я не боюсь. Во-вторых, Лиза уехала. А в-третьих, у всех свои дела. Ладно, побежали. Идём. Лиза уехала. Это Гордеева. Да, из «Злезной тишины». У меня пациент умер. Я прекращаю испытания. Как это могло произойти? Он же чувствовал себя намного лучше. Я не знаю. Что значит, я не знаю, вывеливай Цеховского? Что случилось, по вашему мнению? Я не знаю. Ему резко стало хуже. После препарата, который я начала ему колоть два дня назад. Что именно вы ему кололи? Это новый немецкий препарат из группы парабетуратов. Что за препарат? Почему я об этом ничего не знаю? Это новейшая разработка. Он еще не сертифицирован. Вы что, с ума сошли? Где вы его взяли? Его тестирует доктор Царенко. Не видно их. Ни бандитов, ни тех людей. Вообще никого. Настя, ты давно уже смотришь, да нет? Подожди. А, нет. Какой-то пьяный дядька валяется на полу. Где? Это мой папа. Он не пьяный. У него кровь на голове. Что делать? Нужно с тетей Аней звонить. Блин, ей телефон не было. Нужно моему папе звонить. Нет. Не зануду доступа. Погнали в бриз. Там тетя Аня. Идем. Марина, ну наконец-то. Я уже не знаю, что думать. Ань. Вячеслав Федорович умер. Вячеслав Федорович убил. А зачем она это делала? Деньги зарабатывала. Проведя исследование для одной немецкой фармкомпании нам. Самое главное, эти испытания курировал Владислав Царенко. У меня в бризе тоже умерли два пациента. Сердечная недостаточность. Будь, пожалуйста, осторожней. Я в полицию уже вызвала. И Ань. Прими мои соболезнования. Я знаю, что Вячеслав Федорович был тебе очень дорог. Марин, спасибо, что ты у меня есть. А ты у меня. Тетя Аня, там папа связан и весь в крови. Где? На старом деборкателе в порту. Нет. 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 ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Послушай, Владислав, мы снимаемся с Сяковя через три часа. Тебе нужно немедленно перебраться на мое судно, а не тратить время на выяснение отношений. Так выяснять тут особенное нечего. Что с ним делать? А есть варианты? Конечно, карабан скормить. Ну, давай. Через десять минут я сажусь на катер и отправляюсь на судно. Ждать не буду. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ну, зачем ты полез в мои дела? Я хотел докопаться до истины. Ты же был врачом, наверное, хорошим, а стал убийцей. Заткнись. Несколько человек умерло, чтобы можно было спасти остальных. Среди тех нескольких была моя жена. Вы никому не помогаете, вы только деньги зарабатываете. Слышишь, ты морали с хренов. Подумай лучше о своей душе. Да. Сейчас самое время. Максим! Максим! Аня! Вы окружены! Сложите оружие! Вы хотите с тонненными руками? Скорее! Повторяю… Ложите оружие и сдавайте! Вы окружены! Максим! 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 Пойдем за резко! Вставайтесь! Андрей. Привет. Привет. Поль, ты знаешь, ты была права. Нельзя так жить и постоянно оглядываться. То, что произошло в Бризе и этот поход в полицию с ним взорвало, меня не убедили в том, что… В общем, я решил пойти и признаться, что я сбил Фролова. Андрей, не нужно никуда идти. Андрей, я все выяснила. Машина, которая сбила Фролова, это светлый седан. Это не твоя машина. Ее зафиксировали камерой на соседнем магазине. Вот. Ну, номеров, правда, не видно было, потому что темно, но следствие есть зацепки. И его поймают. Так что ты ни в чем не виноват. Андрей… Анна Петровна, можно? Да-да, заходите. Простите меня, пожалуйста. За что? Да за все. За то, что подозревал, за то, что обманывал. За то, что, когда понял, что вы не причастны, ничего вам не сказал. Но, поверьте, я просто по-другому не мог. А вы меня подозревали? У нас было несколько дел, относящихся к Порту. И одно из них касалось рабочей силы, приезжающей с Востока, проще говоря, нелегальных мигрантов. Мы предполагали, что с помощью вашего Бриза удается их легализовать. Да, этим занимался бывший главврач Тренёх. Мне тоже предлагали, но я выставила этого человека вон. Я помню. Но тогда, честно говоря, я подумал, что вы просто разыграли для меня комедию. Я разыграла? Это вы меня разыграли? Вы заставили меня лечить вам виссонницу? Нет, проблема действительно существовала. И вам удалось успешно ее решить. Я вам больше того скажу. Вы со своим Максимом Александровичем помогли Интерполу завершить операцию по разоблачению преступной структуры, которая много лет занималась нелегальным испытанием медицинских препаратов на людях. Причем эта операция длилась несколько лет. Очень интересно. Владислав Царенко, которого мы задержали при выезде из порта, сдал преступную цепочку, во главе которой находилась немецкая компания Farm to Farm. Известное название? Да, наши милейшие и щедрые партнеры. Да уж, милее не придумаешь. Эти мерзавцы испытывали препараты на людях разных возрастов и национальностей с разными патологиями, а случавшиеся смерть считали просто досадным происшествием на пути к своей цели. Даже не знаю, что и думать. Всех преступников поймали? Практически, да. Чиновника Министерства здравоохранения Сологуба, который прикрывал схему черных фармацевтов в нашей стране, арестовали его в аэропорту, когда он садился в самолет. А внедренного в схему следователя столичной прокуратуры Лупьянова застрелили при задержании. Я вас отвлекаю, да? Мне нужно идти к пациенту. Анна Петровна, спасибо вам большое за все и простите меня еще раз. Будьте здоровы. Врачи скорой сработали на отлично. Пуля только задела легкое. Нет. Это ты спасла меня. Если бы я не повернулся на твой крик, пуля бы попала в сердце. Так что теперь мы с тобой квиты один-один. Нет, нет, все. Теперь больше никогда. Что? И расстанемся с тобой. Значит, мы вернемся в Дубровин? Я получила письмо от нотариуса. Оказывается, Вайцеховский изначально оформил бы рис на меня. Завтра буду встречаться с адвокатами. Мы готовим иск, и этот застройщик Панов еще выплатит нам моральный ущерб за клевету. Какая ты грозная. Максим, ну неужели ты думаешь, что мне это все нравится? Я бы хотела просто быть врачом, лечить людей. Совершенствовать свои методы. А ты мог бы быть главврачом Бризи. У тебя отлично получается руководить. Подожди. Скажи мне, ты выйдешь за меня замуж или нет? У нас никогда не будет детей. Я была у врача и… Тсс… Тсс… Значит, будем ждать внука? Я люблю тебя. Ну, и расти здорово и счастливо, и на радость родителям. Ага, спасибо. И от нас, Полинка, всем огромный привет. Спасибо, дядя Андрей. Дай папу. Ага, держи. Да, Андрей Михайлович. А, это от меня. Ну, все, как говорится, большому кораблю большое плавать. Это виногречка. Скажи, папа сам выбирал. Вау. Такой красивый. Так, как все видно. Андрей Михайлович, новый главврач. Удачи. Спасибо. Ой. Что? Да ничего. Толкается. Футболист. Ваня! Тетя Аня. Привет. Такой вопрос. Вашей подруге можно доверить моего папу? Думаю, да. Лиза! Готова? Еще пять минут. Да. Психолог-судостроитель. Звучит как-то гордо. Даже не знал, что в нашем институте такое есть. Ну, во-первых, просто психолог. И мне это интересно. А во-вторых, я могу и в столицу поехать. Да? Можешь. Но не поедешь. Это еще почему? Потому. Ну что, бабушка, пошли смотреть на внучку? Пойдем. Спит еще, наверное. Что там еще интересненького? Класс. Какая спокойная. Не спит? Нет. Ну вот же, красавица наша. Столица. Пошли посмотрим. Пойдем к нашим. Какая хорошенькая. Ой. Простите. Поймопом. Какая хорошенькая. Боже. Какая хорошенькая. Ура! Субтитры создавал DimaTorzok